Приветствую друзья на библейском портале экзегет ответы на ваши вопросы почему в церкви существуют запреты насчет внешнего вида простите это не только в церкви и кажется в любом человеческом сообществе есть не то чтобы обязательный дресс-код но какое-то понятие соответствия того как человек выглядит с тем где он находится если странно на пляже быть в бронежилете и валенках то напротив на лыжной трассе странно быть в трусах и в майке что говорить о месте особого божьего присутствия на месте где собираются люди для поклонения святыням своей веры на принятие благодатного освящения в таинствах церковных странно предположить что здесь не существовало бы какого-то соответствующего высоте и духу место дресс-кода может быть в нем есть что-нибудь очень усложненное но есть для некоторых лица женского пола которые говорят я уже давно вообще женскую одежду не ношу но разве это признак душевного здоровья если человек почтенный женским естеством давно переоблачился какие-то краги драные штаны тяжелые косухи и уже даже с волосяным покровом своим разделался каким-то беспощадным образом обрив половину головы а вторую оставив в виде ощетинившегося ежа или еще более дикообраза разве это проявление собственной индивидуальности уместно для прихожанина место где приносится бескровная жертва где есть место покаяния не то будто строго спрашивается с кающегося блудного сына мытаря или блудница умывающий ноги спасителя слезами своими утирающими утирающими утирающий волосами главы своя вместо плотенца его ноги не то чтобы с них спрашивалось господом особое благоукрашение в одеждах но тем не менее свидетельство своего благоговения свидетельство своего покаяния может человек иметь и в собственной одежде какой скромный соответствующий полу никто ведь не запрещает одеваться в одежды светлые никто не запрещает иметь разборчивость в модных силуэтах и очертаниях которые присущи определенному времени но явная демонстрация духовного развала царствующего в душе в одежде или в каком-то непотребном состоянии головы очевидно недопустимо почему да потому что будет собственно в самом носителе нескромных одежд служить к разорению его благооговение без которого посещение храма может ему обернуться в осуждение а не в пользу такая одежда не соответствующая полу и святости места служит конечно же к соблазну других прихожан у нас не персональные храмы а вместо общественной молитвы значит надо сообразовываться и с удобством окружающих нас людей поэтому если девушка считает что ее костлявые коленки являются предметом вожделенного созерцания окружающих лиц противоположного пола то то явно можно было бы ей их и прикрыть когда она не о соблазнении этих самых встречных призвано думать о оплакивании и очищении своих уже предшествующих грехов в том числе и плотских так что демонстрация своей соблазнительности там где место кается предшествующих греховных поползновениях говорит об отсутствии этого самого покаяния так что это ограничение не носит какой-то категорический безусловный характер это ограничение служит к пользе и самого человека приходящего в храм и и к удобству в молитве в исполнении своих благочестивых намерений в храме Божьем тех кто кроме вас там собирается